снова здравствуйте как и обещали вот наш гостя мустафа можно мы начнем с приятного мустафа мы знаем что вчера у вас было день рождения и мы хотели бы вас поздравить откуда откуда новости а вот есть у нас свои скажем так ценные кадры которые все знают от анталии тоже не так далеко да все верно вы вчера тоже праздновали наверное не только свой день рождения но и перевернули календарь в общем мы желаем вам чтобы конечно костры рябин не только костры рябин горели но и чтобы вы всегда горели вашей работой чтобы вас всегда были на пути приятные люди приятные гости для которых только радость была общаться с ними переводить хочу вам открыть одну тайну моей профессии дорога меня открыли всегда женщины всегда женщина открыли меня моя первая работа была в бодруме у меня был начальник олга статс женщина ее профессия во время советский союз она был кинологом о время с собаками я научил немножко открыла живой русский менталитет она была госпожа из ставрополя потом дальнейшем когда учился в университета у нас было моя учитель преподаватель диана лукьянова она окончила философический факультет мг кстати она нашла меня работу поэтому а сейчас анжелика познакомила меня с вами поэтому я высоко ценю труд женщин то что они сделали для меня у женщины такая работа открывать путь для мужчин и вдохновлять и вдохновлять конечно да ну что ж это истина не признат который невозможно это точно как нам всем приятно все я уверена что все наши зрительницы сейчас им очень приятно спасибо а вы начали очень хорошую тему вашего пути да то есть вашего профессионального пути и очень хотелось бы узнать как вы пришли к русскому языку я тут уже представляю вас говорила о том что вы закончили филологический факультет то есть вы специалист русского языка пожалуйста да поэтому расскажите я был ученик военные училища я учился суворовский по вашему понятию суворовский когда мне был 13 лет я уехал из моего маленького города селивки уехал в стамбул в стамбуле искалили военные училища очень престижное военные училища и у нас там был второй иностранный язык кроме английского языка это был русский язык меня был 14 лет как когда я увидел азбуку кириллица и с этого началось начался ваш путь с этого начались и когда мы учились были студенты военные студенты суворовцы из азербайджана из казахистана из киргизии постоянно я общался с ними и мой командир поручил меня для решения вопросов этих студентов те кто приехал из средней азии они вместе с нами учились и я был такой отвечающим человеком меня знали что у меня есть наклонность склонность к русскому языку и вы всегда когда им надо было больницу надо ехать когда им надо какой-то документ оформлять они во первых меня пришли я готовил у них это документы поэтому первого начала русский язык среднеазиатские студенты именно те кто учились там и потом дальнейшем туризм уехал из армии понял что армия совсем не для меня я читаю книги философии психологии стараюсь понимать натура человечества смысл жизни и в это время военный образ жизни я понял что немножко не для меня я не мечтал стать генералом и решить поделитесь пожалуйста рано увидели бы и все-таки азбуку русскую что самое сложное в русском языке для вас для меня циклонность у меня на русском языке практике общем я понял что но 99 процентов то что происходит о чем идет речь что это идет это для меня понятная тема что для меня было сложно если как грамматика есть соклонение числительных это даже для русских сложно сорвал сгуб на это действительно очень сложная тема циклонение числительных для меня сложно потом один период я посмотрел старый русский язык который именно глаголицы пишут все ну это меня было интересно то есть гораздо проще гораздо все это было понятно для меня на русском языке иногда неологизм было интересно но если чуть-чуть следовать это с временем понятно конечно у достоевского есть много выводные слова вводные слова есть чтобы это сразу не понимается но когда читаешь два-три раза если запятая и пунктуация ты следующий нормально это потом понятно становится о чем идет речь и кроме этого иногда историзм какой-то исторические события рассказывается ассоциируются писатель в это время какой-то тему напоминает и для того чтобы это понимать исторические события надо вот эти темы были для меня интересно ну ты слышно вы знаете на самом деле неологизм и и историцизмы это сложно не только для вас как для изучающего русский но и для тех кто читает великую русскую классику на самом деле вам тут от наших подписчиков поздравления с днем рождения конгратюлейшнс мустафа спасибо спасибо большое спасибо большое и у русских я увидел очень народ селитель дружба народ очень цените дружбу с первого взгляда бывает на лицо суровый и холодный ведь но если человек уже тебе называют вот это мой друг вот это мой человек уже понятно что у вас в течение жизни где-то что-то может сталкиваться с моими старыми друзьями у нас постоянно общение идет и вот это я высоко ценю русского народа дружба очень важно и народ этот цель ну это действительно так мустафа все таки в россии россия так такая страна что мы не сразу принимаем людей но когда принимаем они становятся нами нам как родные и это действительно так а совершенно верно вот это русская душа и ответ вопроса по моему россия как последняя империя держит на своей территории много народа и что является главным душевным цементом вот это видимо дружба да все верно соглашусь с вами и мустафа у меня такой вопрос к вам вот в процессе изучения русского языка я уверен что вы читали очень много литературы российской и писателей и русской да конечно русской литературы да а скажите какие ваши любимые писатели вот вы достоевского ганнули например это ваш любимый писатель или вот произведение может достоевский я с переводом читал во первых посмотреть именно в турции юридических факультетах преступления и наказания обучается для того чтобы на уроке криминологии чтобы люди поняли психология преступника потому что во первых долго размышлят потом действие потом чувство раскаяния что я это правильно сделал что я это сделал то есть с переводом прочитал потом интересно антон чехов антон чехов именно вот это простые люди у них все свои волнения какой без смысла жизни в это время монотонный образ жизни люди в это время для того чтобы выйти из монотонный образ жизни старается в голове размышлят вот это было интересно потом гоголь у гоголя в турции именно ревизор постоянно постоянно это показывается в государственных театрах вишневый сад и дядя я ваня у антон чехова тоже есть в репертуаре турецкого театра практически в всех наших театрах это показывается и такой средний человек имеющий уча образование знакомы с этими понятиями и первая книга который переводили с русского языка на турецкий литература горе от ума гриба этого слушайте но это здорово что это приятно что русских классиков любят в турции что их показывают что очень любят в турции именно те кто немножко с точки зрения психологической пиризму смотреть в мир в основном этим людям рекомендуется русская литература и в турции лев толстой не как писатель как фейлософ мы читаем ну да слушай а какой у тебя любимый писатель у меня честно я классику не так часто писать читаю но из русских толстого не люблю просто за его так объемный знаешь язык я люблю попроще до глубоко да 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 все верно наверное из тех кто мне не нравился еще со школы даже сказал но наверное чехов да вот видишь как здорово а я люблю пастернак а вот как вы относитесь борису пастернак порис пастернак порис пастернак в турции фильмы показывает себя доктор живаго это показывает себя постоянно в этом же пилане есть конечно там есть критика советского союза а в турции недавно переводили собачье сердце переводили я много раз посмотрел профессор преображенский шарик весь это каждый раз смотрю вот это квартирный вопрос решение вопроса коминалки людей в одну сторону волнение аристократов с другой стороны для стандартизации жизни комиссары чем они занимаются то есть всегда эти темы были для меня интересные когда я был в питере специальная ночевал в хорошие апартаменты бывшего коминалка я ночевал чтобы видеть атмосфер как все эти люди живут там было у нас строгая директор строгий там директор коминалки людмила анатольевна у нее костюм у нее одежда потом в конце коридора холодильник там написано сыр допустим есть там пишет лариса там есть допустим общий туалет общая баня но это для меня был конечно неожиданность в турции у нас такого вида экзотика да хочу вам открыть одну тайну я разведенный мужчина моя первая жена бывшая жена была русская и поэтому это тоже видимо может быть она тоже меня что-то научи да ну я уверен что но конечно же привнесла повлияло дуку чему туда научу это загадочной души это произошло по ее инициативе ночевать вот таких именно она поняла меня она знает мне что я именно то что касается русскими традициями мне интересно и как раз мы там слушайте вот русские традиции и литература хочется вернуться еще раньше сказки расскажите пожалуйста удалось ли вам познакомиться с русским фольклором со сказками с балладами там например читали ли вы крылова знаменитые паснями даже в одном экзамене я занял первое место потом мне подарили книга крылова крылова это меня подарили в этом же пилане крылов я сравниваю с ла фонтену а да да так было на самом деле в какой-то мере я сравниваю его с ла фонтеном между в русских анекдотах постоянно мы встречаемся животными у каждого животной если у и особое именно значение допустим русском фольклоре медведь медведь сильный добрый такого характер имеет а турецком фольклоре медведь грубой грубой невежливый который человек наглыми поведением отличается вот это именно одним из отличия которые я вижу конечно была возможность познакомиться с русскими фольклорами меня всегда русском фольклоре мне приятно балалайка гусар и в это время сочинят песни музыкант в это время экспромтом смотрит ситуацию и то что ему в голову придет он это одновременно экспромтом сочиняет вот это великий талант рассказочки кстати но я так вижу балалайка гусар все это идет потом высоцкий это превращает совсем на другую русскую на другой уровень даже нынешний день я смотрю много такие под гитару много там юмористы русские те кто хочет метафорами разными ироническом стиле отят что-нибудь критиковать в основном музыка или юмор использовать но не про семена слепакова отсылку сделали вот в общем селя пока одним из них который мы часто сейчас его видим но слепаков если было бы немножко убрать пошлих слов он может быть гораздо лучшим виды может чуть-чуть уменьшение пошлых слов я желаю ему ну да тогда он не смотрит да тогда бы наверное не было того гротеска гротеска да и может быть глубже был ленинград то есть они прекрасно понимают что делают это очень образованные люди но вот с помощью этих бранных выражений они хотят знаете как бы усилить эффект совершенно верно совершенно верно усиливают они эффект у меня недавно была экскурсия с ксения совчаку она сюда приехала она задавала немножко вопросы про политика турции и кроме этого еще одним из сценарист юморист тнт который роман сейчас прошу прощения его фамилия не помню с ним этот был да русский юмор развитый начиная с крокодила до сегодняшнего дня русский юмор сделала очень больших шагов и общем это тоже одним из можно сказать элементом русской души сильный русский юмор вот я слушаю вас и я понимаю что мне кажется я вот современную русскую культуру и вот самое главное это взаимосвязь и развитие вижу меньше и думаю об этом меньше чем вы ну вот прям сижу здесь и думаю точно правильно вы все говорите наверное потому что ты как бы не изучаешь да для тебя да для тебя этот как естественный процесс так же как наверно для мустафы естественно будет какие-то вещи связаны с турцией я же правильно понимаю вы все равно как носитель языка что-то вот не анализирует не на не анализируете какие-то вещи которые являются естественными для турции но точно так же вот для нас да вот настя говорит что она раньше не углублялась в культуру россии нет не то что не углублялась я просто вот например юмор юмор россии никогда в жизни не рассматривали да мы как-то знаете вот включаешь телевизор видишь этого вот comedy club да например на тнт вы можете послушать пару минут десять минут пять потом выключить его и не конечно никогда не сравнивать с крокодилом и вот не проводить эту параллель как только что вы сделали это очень здорово и моему тут разница разница в чем что приобретение языка и осваивание языка два разные до типа допустим вы родились в россии на руси не замечая вы все верно и замечая вы осваивались а я как иностранный человек анализирую размышляю с моим сравниваю и таким образом я отсюда получаю все мои вдохновения то есть из этих сравнения а вот вы знаете у меня вопрос причем вопрос по сути вот нашего разговора я вам его немножко обозначила кратко о том что а вот общались с русским человеком она уехала в лондон наша с вами коллега то есть она переводчик она не гид переводчик но переводчик о чем она рассказывает она она прекрасно сохраняет русский язык хорошая диаспора в лондоне русская но она говорит что когда приезжает в россию вы знаете все равно чувствует что так как она оторвана от русской реальности она не замечает развитие языка например вот когда она жила еще в россии заимствования они все-таки не так были популярны все коллеги переводчики в том числе старались переводить например вместо бойлер говорить водонагреватель сейчас бойлер знают люди даже пожилые то есть они приходят как можно нам бойлер повешать хотя на самом деле это то что греет вода и когда она приехала в москву через какой-то длительный промежуток времени она вдруг поняла что когда она своих коллег она редактор исправляла это уже не актуально и вот она рассказывает о том что можно сохранять уровень русского уровень родного языка либо например поддерживать уровень иностранного но очень сложно это делать когда ты не живешь в этой реальности вот я хотела вас спросить часто ли вам удается бывать в нашей стране и как вам удается и удается ли нивелировать вот то что вы не здесь то что вы не постоянно здесь находите как поддерживать Да, чтобы это был живой язык, понимаете? Не академичный, не язык Достоевского. Конечно, конечно. В этом же плане я стараюсь общаться с разными людьми из разных слоев общества. Потому что у каждого в России тоже есть своя элита, есть свой средний класс, есть свои люди, свои лузеры, скажем, люди, которые именно в жизни ни на что не стремятся, как по-русски говорим, пофигизм. То есть они живут в этом же плане, то есть стараюсь общаться с этими людьми. И в это время, если какое-то слово сразу понимаю, что имеет огромное стратегическое значение, я пишу, есть у меня много тетрадек, в которых много слов, много явлений, много событий, которые написаны, и, может быть, сто процентов эти слова, я не могу сказать, что это мое слово, но все равно, когда употребляется, я это понимаю. Но на русском языке молодежной сленги очень часто поменяется, молодежный жаргон, с ними надо общаться. В основном, атака английского языка к русскому языку очень сильна. Много последние годы русский язык приобрел слово из английского языка. Это даже, хотя я турок, даже меня беспокоит о будущем русского языка. Но все равно русский язык есть своя стилистика, все равно в России есть свой элитный состав, который они огромно стараются для того, чтобы сохранить русский язык грамматично, в красивом стиле. По-моему, это есть сейчас, турецкий язык тоже самый. Мы последние годы много слов получили, но все равно, когда мы пишем наши диссертации, когда идет презентация, всегда рекомендуем вместо английских терминов употреблять турецкие эквавиленты. То есть, в этом же плане мы постоянно предупрождаем наших студентов. И последние годы стало модно говорить с чистыми турецкими словами. Те, кто меньше употребляет, знаете, половина английский, половина турецкий. Есть такое понятие «макароническая речь». Да, конечно. Макароническая речь не приветствуется. В основном ведущие в телевизоре, тамаданы, люди, которые перед публиком выступают часто, им больше всего рекомендуется говорить чистыми турецкими словами. На самом деле хорошая тенденция, да, и в Беларуси, на мове. И только что у нас была новость о том, что в Башкортостане сейчас все заседания, встречи на высшем уровне, внутри правительственные, будут проводиться, в том числе и на башкирском языке. Мне кажется, это прям... Ну, это да, это здорово, но вот я поддержу, скажем так, беспокойство Мустафы по поводу того, что английский язык заселяет не только русский, но и все остальные языки, так же, как и турецкий. Мы с Машей это обсуждали, китайский не заселяет? Ну, китайский... Китайцы в этом плане самобытные, ребята. Они молодцы, но вот если посмотреть на нынешний молодежный сленг, к сожалению, большинство просто вставляет, причем вставляет иногда не в тему, английские словечки. Вот как раз коллега, знаете, про коллегу, которая рассказывала, вот, которая живет в Лондоне, она как раз говорила, это одна из наших гостей, Ольга Дэвис, если вам будет интересно, вы потом тоже можете посмотреть. Так вот, она, мне нравятся ее правила. Она говорит о том, что вот когда я, например, говорю с англоязычными своими друзьями, коллегами, я говорю на английском, но если я встречаюсь в каком-то там клубе диаспоры, я говорю на русском. То есть нет такого, когда человек добавляет английские слова, он к ним привык, нет. То есть если нужно, я буду стоять, вспоминать, это русское слово, но она его вспомнит. Мне кажется, нужно начинать с себя, как всегда. Да, да, конечно же. Ну что ж, перейдем к другой вашей чудесной профессии, вот ваше альтер-эго, вы у нас гид-переводчик с невероятным стажем, только что вы даже обозначили каких-то своих таких знаменитых на слуху гостей. Расскажите, пожалуйста, а как вы пришли именно вот к этому направлению? То есть вы ушли... К этому направлению, как я пришел? Ладно, я все сначала расскажу. Давайте. Спасибо. У моей тетя, она была путешественница. И в Турции именно в 90-е годы было модно. Женщина собирается в одном автобусе, и все эти женщины путешествуют в разные точки Турции. Всегда, мне тогда было 12-13 лет, это было до военной училища. Она всегда забрала меня, и мы с ней 15-16 дней по всей Турции в большом автобусе путешествовали. В это время был у нас один экскурсовод, женщина. Ей было тогда 45 лет, госпожа Севим. Но она все сделала. Организационные вопросы решают, вопросы отвечают. В это время кто-то хулиганит, она успокаивает людей. В это время еще информацию дает. Я тогда подумал, боже мой, какая разносторонная профессия. В моем детстве я, детям же сейчас спрашиваю, да, кем ты хочешь стать на будущем. Я каждый день профессию поменял. Каждый день профессию поменял. Постоянно мне что-то говорили, я то говорю врачом стану, то говорю учителем стану, то говорю актером стану. Потом вот этот экскурсовод, разнообразие у него есть. И когда я был в военном училище, тогда тоже у меня были лидерские таланты. Всегда организационные вопросы я решил. Каждую пятницу, кстати, у нас было посещение театра. В государственном театре у нас было 2% места для военных. И постоянно я организовал, нашел там студентов, которые хотят видеть театр. И когда учился я в филологическом факультете, моя учительница, госпожа Диана Лукьянова, она мне сказала, Муставо, у тебя общение хорошее, ты любишь общаться с людьми, давай я тебе устрою работу на рафтинге. Я работал там инструктором. Она открыла мне на самом деле эту дорогу. Один сезон я там работал. Потом холодная вода. Из-за холодной воды у меня в ногах появился ревматизм. Постоянно в холодной воде. Я потом понял, что это не для меня. В дальнейшем я познакомился с Олго Стасом. Олго Стас, в которой я работал в Бодруме. Бодрум, Эгейском побережье, очень элитный, трортный город. Там нету туристов, навязчивое мнение. Народ гораздо спокойный, больше европизированный, модернизированный, скажем. И меня повезло там с моим начальником, с моим менеджером, Олго Стасом. Мы как маленькое турагентство, как семья стали. И любой вопрос мы там решили. Как семья? Я болею, она меня лечит. Муставо, тебе надо водка с лимоном. Давай я тебе уход сделаю. Вот это были такие моменты. И потом в дальнейшем я увидел там другие экскурсоводы. Был дефицит русскоязычного экскурсовода. И в это время я сдавал экзамены. После экзаменов у нас экзамены многоэтапные. Во-первых, они хотят высшее образование. Потом в дальнейшем надо... Экзамен бывает по истории, по географии, по гражданскому праву. Этот экзамен бывает. Потом в дальнейшем они оценивают языковый уровень. Потом 30 дней экскурсия по всей Турции. 30-я экскурсия по всей Турции с искусствоведом-историком. И потом еще 6 месяцев теория, курсы. Потом там искусствоведение, мифология, скорая помощь, гражданское право, литература. Для того, чтобы была основа. Так маленькие курсы хотят создавать провинциональные интеллектуэлы. Можно так сказать. То есть сейчас модно такие курсы, кстати. Это были такие моменты. И потом я начал работать. Когда я работал, люди мне постоянно говорили, Муставо, у тебя работа связана с людьми. Ты оставайся на этой работе. Потому что на самом деле работать всю жизнь экскурсоводом тоже нелегко. Туризм – это страна, которая находится между Европой и Азией. Много политических кризисов бывает. Русско-турецкие отношения, тем более, вы знаете, сегодня любимая, следующий день – нелюбимая. Постоянно каким-то конфликтом живем. Были много кризисов. Сезонная работа. Когда сезон заканчивается, 6 месяцев или 5 месяцев. Активно работаешь. Потом для себя найти какую-то другую работу. И тем более, ты как экскурсовод, кучу информации надо. Ты должен быть интересным человеком, шутливым человеком, организаторскими, лидерскими талантами, коммуникативными талантами. Кучу таланта система требует. Но, парадоксально, это работа системы. Это работа сезонная работа. Сезон заканчивается. Потом придется нам найти увлечение надо. Саморазвитие. Неотъемливый часть нашей работы. Но это не должно быть навязчивое мнение в голове. Его надо превратить в образ жизни. То есть, твоими друзьями, твоими образами жизни. То есть, саморазвитие должно быть сам по себе. И потом, зимой я подумал, чем я могу заняться. Я работал учителем русского языка в частных курсах. Потом в отелях я работал. Персонал туризма я преподавал русский язык. Рассказали им русский менталитет, профиль русских туристов. Именно как надо сервис обслуживать. Потом в дальнейшем зимном сезоне я активно работал в Ассоциации экскурсоводов Анталии. Там мы разные культурные программы подумали. Немножко, как называется, методист. Методистом экскурсоведения я работал. И потом у нас один день был ярмарк медицинского туризма. Наша ассоциация, мы там стенд устроили. Мы там, те, кто сюда придет, значение экскурсовода рассказываем. И один день из Казахстана одна ассоциация Евразии, одна госпожа, Айгерем, она подошла, она меня спросила, Мустафа, у нас в Казахстане законодательства экскурсоведческой деятельности не хватает. В этом плане вы сможете ли нам помочь? Потом я перевел наш закон экскурсоведческой деятельности, отправил в Казахстан. Потом я им рекомендовал, если какое-нибудь законодательство отсутствует, вы сможете сделать выпускники журналистики литературного факультета, лингвистического факультета, выбирайте талантливых, разговорчивых, коммуникативными талантами дети, ребята, выбирайте, потом им устроите курсы хотя бы три месяца искусства, литература, мифология, политология, культуроведение, а таких темах курсы устроите, потом 15 дней главные достопримечательности страны показывайте, потом среди них выбирайте, хотя бы у вас будет начальная база. Я им написал, это очень такой детальной электронной почты, но они внимательно все это читали, потом меня пригласили на международный форум, шелковые пути, и открылся для меня дорога в Среднюю Азию. Я был в разных городах Средней Азии, Алматы, Астана, Актау, Атрау, Тарас, Чимкент, и в это время я познакомился с представителями туризма Узбекистана, там есть очень сильная школа экскурсоводов, они меня пригласили как спикер, как ведущий, и потом я начал думать, как тренер футбола, как тренер экскурсоводов думал, что именно надо для хорошего гида, каким путем мы сможем, понятно, есть у нас навыки с рождения, у нас не можем говорить, что каждый человек болтун, каждый человек разговорчивый, не можем это сделать, но хотя бы у человека есть потенциал, какими путями мы сможем открыть. И начались у меня такие курсы, семинары, и в это время омскими делегациями я познакомился, Омск всегда, друзья, душевно меня, всегда в любой праздник мы друг друга перепишем, даже был у нас проект именно мастер-класс устроить в Омске, это был у нас такой смысл был, а сейчас я хочу для Омска популяризация Омска в Турции. Это звучит просто классно вообще. Слушайте, Анжелика мне рассказывала о вашем намерении, о вашем плане популяризовать Омск в Турции, это здорово. Мне кажется, это красный Питер, Москва, Казань, Омск. Почему нет? Ну да, почему бы нет? Тем более корчак имеет турские корни. Да, кстати, я сама не знала. Это неожиданно. Я на самом деле думала, что вас Омск интересует, как и многих иностранцев, именно за счет того, что здесь вот когда-то Достоевский, он здесь находился в ссылке, а оказывается, что вот Колчак, такой вот он многонациональный был у нас. Ну да, белая армия, белое офицерство, вот этот конфликт между Красной армией, Белой армией. Я всегда думаю, кучу людей уехали, покинули страны и никогда какой-то амнистии не сделали. Не говорили, что давайте, ребята, откроем совсем белая страница, те, кто уехал отсюда, они могут возвращаться. Вот эта тема сейчас в Турции, конечно, белые русские, те, кто когда была гражданская война, в начале жить в Турции, Галлиполе у нас есть район, там белая армия, знаете, вас в одну сторону Колчак, с другой стороны генерал Врангель. Врангель на территории Турции белым офицерством занимался и хотел отправить все офицера, во-первых, у него был пилан отправить в Чехию, потому что он подумал, Чехия такая славянская страна, имеет европейские нормы, когда ситуация становится спокойнее, мы сможем возвращаться. Даже некоторые офицеры белой армии, может быть, не слышали, уехали в Бразилию. Нет, не слышали. В Бразилии. Франция, США, но никак не Бразилия. Да, в Бразилию уехали, в плантациях кофе работали, но они потом сказали, тут есть белое рабство. Рабство, не думайте, что только бывает черное рабство, есть еще белое рабство. и они сказали, что тут условия не очень хорошие и Бразилия как вариант неудобна для нас и поэтому появление русской диаспоры в Европе на самом деле получилось через Стамбула. От Стамбула уехали к другим местам, эти люди открыли шикарные рестораны, среди них был хороший музыкант, первый джаз музыкант, саксофона кстати среди еврейских русских, которые относятся вот это община белой армии. Потом в Стамбуле эти женщины продавали на улице красивые цветы, сейчас это чечек пассажир, цветочный рынок называется в Стамбуле. Вы в Стамбуле были кстати? Нет, к сожалению нет, в Турции я была не раз, это был Белек, это была Антария, я внимательно слушаю, я все запоминаю, записываю. Я жду вас. Я, к сожалению, не был в Турции, мы приедем обязательно. Турция это не бывшая страна Советского Союза, но в этой стране есть факультеты русского языка, есть много людей, которые изучают русский язык, есть интерес русской культуры, поэтому может быть политические события иногда может быть напряженным, но люди уже поняли, что политика другое дело, чисто человеческие отношения другое дело, их не надо перепутать, из-за политики не надо налаживать нервные или агрессивные отношения, не надо, народ уже это все прекрасно понимают. Вы знаете, вы очень глубоко рассказываете о профессии гидопереводчиков, я уверена, что нас с вами смотрят сейчас наши юные коллеги, те, кто только выбирает вот этот путь, направление работы, очень хотелось бы услышать от вас какие-то советы, первое, а второе, вы участник множества международных форумов, и вы, я знаю, что вы только несколько упомянули, вот последний форум, я так поняла, что он был в августе, называется Bridge of Friendship, 25 августа проходил, вы были один из спикеров, откуда вы это знаете, это вам откуда дача эта информация, у нас есть информатор везде, нет, на самом деле я просто подписалась на вас в инстаграме, и всем советую это делать, пожалуйста, вот коллеги, кого интересно направление гидов-переводчиков, я искренне рекомендую подписаться на нашего гостя, но так все-таки расскажите, какие форумы особенно интересно посетить, они не всегда доступны, нужно ехать, нужно лететь, сейчас онлайн, что можете порекомендовать нашим студентам, нашим коллегам, кто хочет поменять свое направление, и кто хочет пойти по стезе гидов-переводчиков, стать экскурсоводом, во-первых, те, кто для себя хочет именно дорогу в этой жизни, как экскурсовод, во-первых, он сам должен быть путешественник, он сам по душе должен быть путешественник, у него чемодан, всегда должен быть готов, и всегда он должен открыть, потому что есть всегда такие часто посещаемые места, шаблонный тур, который, если я приеду в Омск, видимо, у вас в голове есть два-три места, которые любой человек знает, а вот этот музей надо, вот этот памятник надо, вот это место надо, экскурсовод, когда он сам именно путешествует, должен записать, это очень сильно помогает, потому что читать один талант, внимательно слушать другой талант, а написать, записать каждый человек не умеет, всегда на английском языке тоже самый, reading, listening, это практически все люди умеют делать, но когда writing, когда все это надо написать в сочинении, много людей думают, ой, боже мой, сейчас это что у меня написано, потому что прямо вы нас раскусили, правда, правда, да, экскурсовод хотя бы должен уметь готовить список, список любимых мест, когда я говорю про Омск, допустим, что именно надо знать, Белая армия, Колчак, вот это потом Иртиш, речка Ом, Сибирь, Бухгольц, то есть это часто посещаемые заголовки надо готовить и между ними надо иметь завязку, логическая завязка из одного темы в другой переход, это раз, потом экскурсовод может следить юмористов, юмористы каким путем откроют тему, как они всегда это, откуда получают все свои вдохновения, рассказы, все это, юмористы тоже очень сильно помогают, потом политики, политики надо слушать, политики каким путем из одной темы другой переходит, каким путем рассказывает, ведущие и тамаданы, они тоже наши коллеги на самом деле, я так думаю, ведущие и тамаданы, как они всегда найдут тему, надо следить этих людей, эта профессия всегда помогает, со другой стороны, я конечно, сейчас в Ютубе есть много путешественников, надо посмотреть путешественники, те, кто умеет красиво, те, кто умеет красиво рассказать, те, кто умеет именно найти интересное место, и в это время, потом в дальнейшем интересные документальные фильмы, National Geography одним из них, всегда это такие интересные документальные фильмы надо следить, и конечно, все это сразу не бывает, каждый день, допустим, каждый день в голове должен быть какой-то вопрос для саморазвития, ой, блин, у нас первый раз, кто это сделал, как это было, сразу это надо записать, потом, когда придешь домой, помните, раньше, когда Google не был, каким путем был академический труд, были такие бумажки, правильно, билетики, вы эти билетики, вы всегда записывали, какую информацию раз, первый обнаружен в каком-то году, с каким-то человеком, источник информации, какой-то энциклопедия, книга, вы всегда это прочитали, у экскурсовода должно быть сейчас в телефоне, есть куча возможности готовить тоже такие информации, ты это сделал, потом, тема природы, у меня что есть касающиеся природы, потом тема политика, у меня какие документы есть про политику, потом главная достопримочательность, такие экскурсоводы в свободное время должны заниматься урегулировкой своих файлов, в этих местах, в этих папках, где что есть, ты уже записки сделал, потом уже вторая тема, мне надо найти красивые фотки, потом надо найти фотки, немножко такой продюсерский, режиссерский подход надо, допустим, режиссерский подход, что я имею, автобус едут, из какой стороны мне надо приехать в город, чтобы был эффект вау, антикум вот это меня по какому в автобусе рассказать историю или на месте рассказать, в автобусе рассказать историю, на месте показать или рассказ и показ в одном же месте сделать, у экскурсовода есть два главные функции, показ и рассказ, некоторые гиды, у них показ хороший, Если у тебя рассказ не хватает, тогда тебе придется стать хорошим фотографом. А у тебя хороший фотограф не получается, тогда тебе придется делать хорошим рассказчиком. Или все это надо комбинировать каким-то путем. Сейчас я всем молодым гидам рекомендую курсы фотографов. Курсы фотографии. Это очень сильно помогает. Потому что для того, чтобы фотографировать красивые места, надо узнать эти места. В это время ты познакомишься с этими людьми. В этой окружении ты находишься. Потом, в последние годы очень популярна орнитология. Наблюдать петиции. Потому что петиции из разных мест путешествуют. Есть зимние петиции, есть летние петиции. Когда они зимуют. В это время найти у них это гнездо. В это время ты слушаешь, какая петиция, как поют. Всегда это там интересно. В это время ты идешь, спокойно сидишь. Потом ты это найдешь. Потом поближе фотографируешься. Это тоже дает совсем другой опыт. Казахстан сейчас и Кыргызия на лошади они экскурсию ведут. Это тоже, в общем, ведут. Поэтому, во-первых, он сам будет путешественник. Потом фотографии я рекомендую. Очень сильно. И хороший гардероб. У тебя гардероб должен быть для экскурсовода. У тебя какой гардероб? Если хочешь в жизни что-то поменять, надо начинать из гардероба. Если у тебя гардероб готов, путешественники готовы к путешествию, сам по себе ты уже готов на путешествия. Если гардероб у тебя в другом виде, это тебе вдохновение не дадут. Мы не можем не согласиться. Все-таки гардероб это 50% успеха. Уверенность в себе. Это невероятно. Я надеюсь, что все записали. Вот мы с Абитом записали все ваши рекомендации. Ну, я думаю, что если мы захотим стать гидами-переводчиками. Ты хочешь стать гидами-переводчиками? Это такой сложный вопрос. Это вы классный. Скажите, что... Вы классный ведущий. У вас очень профессиональный звук. Спасибо. Скажите, что она очень хорошо говорит. Мы вас скоро видим в русских великих каналах. Вы знаете, вы сегодня нас захвалили. Нет, нет. Сейчас я буду красной от смущения. Настя, ты уже красная от смущения. Спасибо вам большое за комплимент. Мустафа, это было невероятное интервью. На самом деле, слушать и смотреть, как работает профессионал, это невероятное вдохновение. Спасибо большое за то, что вы уделили нам этот вечер, пятницы. Для меня было это большой радость. Для меня тоже было удовольствие. Вы пригласили нас в Турцию. Мы очень хотим видеть вас здесь, в Омске. На самом деле, у компании офисы во многих городах, в том числе и в Москве, и в Петербурге, Омск это действительно далеко. Но если вы будете в ближайших городах, вот Москва, Питер, очень просим вас сообщить нам об этом заранее. Коллеги будут невероятно рады вас видеть лично, принять, приветить и быть гостеприимными хозяевами. Потому что переводчик тоже очень особая личность. Много экскурсовод со стороны кажется, что активный образ жизни ведет. Но мы тоже, как переводчики, размышляем. И во время работы, на самом деле, мы в одиночку. Много переводчиков в одиночку работают. Да, как одинокий волк. Кофе пьет, потом старается найти мотивацию, потом старается закончить все это. Срок проекта, все в это время у них это нервы бывают. У них в голове какой-то термин крутится в это время. Жизнь не дает возможность другими делами заниматься. Настолько туда концентрации надо, чтобы ты это не умеешь найти. Поэтому переводчики нам по душе близкие люди. Конечно. Как я сказал, родственные души найдут друг друга. Да, а еще сказали, мы с тобой одной крови, ты и я. Ну что ж, желаем вам профессиональных успехов. Да, Мустафа, спасибо большое, что уделили нам время сегодня. Мы обязательно, я вот прям уже хочу прилететь в Турцию. И чтобы вы мне показали Турцию, хотя бы немножечко провели небольшую экскурсию, я буду просто признателен и рад вам. И, конечно, приезжайте в Омск, мы покажем вам Омск. Я думаю, что вы про Омск знаете больше, чем мы, я уверен. Да, судя по тому, что мы слышали, особенно про турецкие корни Калчака. Но мы обещаем обязательно подтянуться. У нас есть хороший пример. Дай бог. Всего доброго, хороших вам выходных. Хороших выходных, всего доброго. Спасибо, спасибо большое. До свидания. До свидания, пока.